всем привет друзья товарищи роман дмитру к лк 5 столиц а шумахер на этом автобусе учился служа китаев просто отдыхает а значит у нас меня на обзоре не китаец не кореец не японец не американец у нас на обзоре тоже должно было быть на всех дорогах россии это пазик 32 37 вот он перед нами автобус малого класса низкопольный городской с коробкой автомат с двигателем каменс то есть пневматическая подвеска то есть все эти плюшки которые требования требуется для городов они были реализованы на этом прекрасном автобусе значит что можно про него рассказать машина родилась для проекта мосгортранс в далеком 2000 четвертом году значит это был заказ именно для москвы то есть первая партия машин была собрана на базе опас 52 57 из них память не изменяет такой похожи на них маленечко на нефас но тоже отдельная история том значит что произошло потом уже сделали автобус с новой облицовкой похоже на лиас то есть это было максимально унифицированная модель для того чтобы в москве запчасти были все одинаково идентичные и вот в четырнадцатом году выпуск этих автобусов был прекращен в большому большому наверное гигантскому сожалению потому что машины могли занять свое место на дорогах многих городов россии то есть вместо маза 206 который в далеком девятом году пришел и просто положил все города своими мазиками среднего класса но 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 здесь надо отметить очень важную идею на этом автобусе во первых значит давайте про его габаритные размеры поговорим у него длина 8 и 5 метров это средний класс но 2 и 5 высота и 2 и 5 ширина и 2 и 3 высота и самое то главное что он чуть-чуть поуже по ширине чем mass 206 дает дает ему в принципе очень большие преимущества потому что mass 206 он широкий это была какая-то супер наверное идея белорусского завода по габаритным размерам но эта машина намного удобнее и практичная и самое то главное не стоит забывать то что mass 206 это просто гигантская тарабашка с большим расходом топлива потому что масс да сдвигаем дойтс mercedes очень без разницы каким движком он хавать примерно литров 45 пока в городском цикле это штуковина как показывает практика хавает 35 литров дизельного топлива и полин камон это реально очень круто вот поэтому ну к сожалению выпуск этих машин уже закончен уже примерно уже лет всем уже прошло как мы видим перед нами прекрасный автобус в отличном ну в хорошем состоянии он прекрасно себя чувствует как раз только-только коробку эллисон автоматическую привезли с ремонта мы кстати находимся в городе тюмени до сих пор еще в тюмени коробки эллисон не ремонтируют ближайшая точка ремонта была в москве ну вот так вот получилось поэтому компания эллисон открывайте быстрее филиала чтобы можно было ремонтировать ваши прекрасные коробки ну давайте пройдемся по внешнему виду автобуса и покажем что там есть итак ну давайте начнем с морды как всегда прекрасная пластиковая морда ударил залепил поехал дальше значит ну фары противотуманки поворотники теперь вот самое самое жуткое что в машине это два лобовых стекла это правильно 2 но вот этот загиб блин и реально ну то ё-моё надо было делать как и делают уже наши дорогие китайцы поэтому надо было сделать так ну не суть в принципе выливают стекла все в россии делать это не вопрос бегущие строки посмотрите они до сих пор работают селена если мне память не изменяет наименование производителя который делает бегущие строки в бегущих строк у нас здесь 1 2 3 4 бегущие строки полный боекомплект идет ну в принципе смотрите то есть автобус даже для сегодняшнего времени не имеет там гладких таких вылитых форм но в принципе чок красиво все шикарно ну зеркала заднего вида это пазовское зеркало это тоже пазовское зеркало обычные конштейны есть подогрев для зимних времен вот поэтому в этом плане все хорошо прекрасная большая дверь передняя то есть надо делать две двери да как например там на жонтонгах у нас сделано одна большая дверь широкая очень удобно во-первых меньше ремонта и в плане удобства это очень все круто значит у нас здесь пневматическая подвеска рабовские мосты на этой машине стоят потому что на первых машинах были канадские мосты не помню какие там тормоза стояли то ли дисковые или барабанные здесь по периметру стоит диск поэтому в плане торможения более чем уверен что будет очень круто значит ну боковые клеенные стекла тонировочка идет никак в москве если память не изменяет эту машину называли духовка за то что в летнее время без кондиционера в этой машине ехать крайне крайне тяжело потому что вентиляция крайне откровенно фиговая одна форточка вот здесь и и 2 в левой части но это реально трэш конечно ну шо маем то маем значит автобус изначально работал в казани я не помню сколько времени автобуса был изначально красного цвета это можно будет сделать увидеть изнутри значит его уже перекрашивали но в целом все живое а листы листы и железо родные или что-то меняли ага ну в общем как условно условно говоря условно капитальный ремонт был да у нас они в тюмени минус 13 души отваливаются шапку я забыл поэтому были ночью значит средняя дверь у нас ну как по классике двухстворчатая есть даже а пандус есть заделали в нету все нет нет пануза нет он был но он был он был то есть мы говорим что он был потому спасибо большое заводу опять же но вот это вот не очень так скажем практичная штуковина с такими вот резинками ну как бы но такая бы издержки то опять же производства в принципе зато тепло и не дует тоже хорошо так ну двускатные задние колеса передняя забыл сказать передняя подвеска у нас независимая то есть опять же мягкость и удобство использования автобуса при на узких улочках например там сочи или владивосток опять же универсальный пазовский топливный бак объемом 105 литров устанавливается что на пазиках 32 05 что на пазиках 34 то же самое в принципе стоит и здесь заправка справа давайте пойдем теперь к задней части и так ну посмотрите теперь вот эту прекрасную заднюю часть вот это вот это прекрасная опада то есть ты подходишь к нему и открываешь моторный отсек не так а вот 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 ну вы понимаете да так сейчас я я смогу нормально самое главное производить съемку белой куртки это очень и очень важно 5 витсуга нормально и так поехали значит ну что здесь у нас глобально ничего такого интересного нету кроме одного момента но давайте расскажу двигатель каменс четверка 180 лошадей дизельный коробка эллисон воздушный фильтр стоит в левой части забор воздуха происходит опять же с крыши очень грамотно сделано ну все стандартные классические пазовские кнопки запуска то есть блок стоит здесь неплохая сделана шумка значит и и что очень интересно на уже ребята из теме не поменяли и привод на обдув радиаторов стоит в правой части то здесь был ремень была площадка поставили как коллеги выразились как как в китайцы поставили два электро вентилятора который обдувает аккумулятор непосредственно вот и что выяснилось расход топлива стал на 10 процентов меньше нежели по той схеме которая происходит поэтому в принципе будем наверное то же самое делать в китайцах потому что идея очень кстати крутая очень хорошая вот ну что движок один раз капиталили пробег на автобусе примерно полмиллиона то есть коробку один раз отремонтировали и двигатель так что в этом отношении машина очень показывает себя надежно ну по внешнему виду здесь что можно сказать пары как на лиазе хоба как на лиазе все унифицировано просто условно говоря этот фазик похож на лиаз который маленечко обрубили и сложили вот так вот очень грамотная система кстати идем дальше так ну левые лючки у нас здесь что с вами находится здесь находится вебаста моторчик система отопления значит здесь у нас идет господи пердун пукан разгрузка спасибо значит на пневматическая система больше лючков у нас как видите сверху нету единственное остается у нас вот 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 эти вот эти прекрасные большие фары вот это как настоящий пазик прям очень хочется ухватить их могу удержаться ну и здесь в принципе находится аккумуляторный отсек так что ну и внешне глобально здесь больше таких интересных отсеков нету но как видите вот две форточки в принципе в принципе все поэтому я сваливаю внутрь пойдемте ну что товарищи вот мы находимся внутри нашего маленького автобуса среднего класса значит ну по вместимости чего сказать значит 17 мест 54 полная вместимость то есть вполне себе даже ничего я думаю интересно сколько бы эта машина могла бы стоить сейчас при условии что пазик 7 и 6 метров нет давайте 88 метров берем стоит что в районе там уже четырех небольшим миллионов доступная среда ну наверное стоимость бы этого агрегата было бы вполне себе правда на наверное вроде там 7 где-то миллионов потому что mass 206 сейчас стоит уже под 8 миллионов до этого машинка была бы нормальная бы 6 5-7 миллионов при такой вместимости начну что у нас внутри ну пластик надо будет проходиться посмотреть гремит не гремит ну все родное все его живое все прекрасная кабина водителя закрывается отдельно то есть он может там совершать свои водительские ритуалы в закрытие других пассажиров до бегущая строка люк все удобно доставать такую поручень нормально кнопки вызова водителя все есть сидушки а вот спросил родные не родные герд родные то есть смотрите даже кожа практически глобальная ну там есть на под на поджопник это на с трещинами в целом все живое все прекрасное боковины стекла у нас одинарные не стеклопакеты боковины у нас ну есть да местами там с дырками с трещинами но в целом тоже себе очень живые по отоплению у нас это раз два три четыре пять печек по теплоте что все все хорошо все прекрасно значит в колесных арках у нас знаете я думаю что вот здесь потерянное место для двух сидушек реально потерянное можно было что сделать можно было реализовать вполне себе получилось бы 19 мест но не в этом суть здесь у нас два лючка для ремонта пневматики значит ну система отопления эти старые-старые такие короба у нас пазовские идут значит ну здесь у нас большущая прекрасная накопительная площадка аудиосистема скорее всего ну что она не штатная ну не суть установить несложно камеры само собой у нас идут уже современные освещение вполне себе норм хватит потому что и боковое освещение даже сверху можно как на шикарной люксовой машине ехать и наслаждаться небом да ну и у нас самое главное что идут ступеньки дальше вверх здесь у нас с вами находится два лючка тоже для ремонта пневматики у нас идет два так здесь по моему так здесь у нас два крана уровня пола слева справа и один кран уровня пола передней части потолок родной пазовский который ставят на тех же самых там пазиках 37 30 04 и 53 значит дальше что у нас здесь еще есть есть гигантский люк для ремонта кпп который как раз сегодня отремонтировали по вибрации ну что могу сказать вибрирует достаточно неплохо то есть говорить меня слышно надеюсь прекрасно нормально сейчас посмотрим как в движении себя почистить эта машинка да поэтому ну блин для того времени это было просто бомба пазовский автобусы зовут где же вы были почему вы не поставляли эти машины в города я еще когда работал в группе газ и петербурге был большой заказ реально мы словили на 300 машин этих автобусов подписали контракт но нам сказали вы знаете ждать примерно полгода поэтому сорянба извините как бы но мастера оба пока дойдут коробка пока дает двигатель все же разное наше значит только же кузов сварить поэтому контракт отдали мазу 206 поэтому масс в то время очень сильно всех нагнул и победил так ну по внутренно очки вроде у нас все люк вот как как мне это нравится блин сидишь их и балдеешь и наблюдаешь за миром можно прокатиться либо сейчас я пойду за рулем либо нас просто сейчас прокатит попробуем все можно прокатиться так сейчас мы с вами отправляемся в дальнее путешествие на пазике 337 по той же с вами дороге по которой мы с вами ездили на кузбасс каунте ютон поэтому сейчас почувствуем всю мощь пневматики ну шум печи когда есть прекрасная прекрасные звуки каменса ищем не не перепутаешь никогда такое интересное решение конечно сделано в них подрубка теплового папа опять же самое удивительное что как удивительные неудивительное то что везде используются одни и те же материалы те же самые поручни болты пазовские не щитки все одинаковое принципе даже даже забираться легко кайфово да вибрация есть но давайте опять же сравним с мазом 206 после полчасовой поездки смаза ты выходишь вот таким вот человеком и тебя еще штормит примерно часа два здесь ну опять же автобусу считаем уже восемь лет нормально я думал чтобы страшные на мази стекла ходуном ходят боковые особенно задней части я не знаю передаётся ли шум мотора но достойно да есть булл индуктора есть но это опять же износ ни в коем разе на новых машинах такого бывает конечно на китайском же бывает если мне память не изменяет эти следушки называются свх как-то или скт еще в начале 2000-х годов такие сиденья делали там названия были такие не особо романтические ну чё дамы и господа мы находимся в кресле пилота значит ну с одной стороны здесь все у нас от пазика стоит с другой стороны все удобно и стоит значит давайте посмотрим то что на здесь стоит от пазика от пазика стоит вся приборная панель по большому счету то есть тахометр спидометр вот это родная такая даже универсальная паска камаз не фас ляс это вот все было вот все единое кнопочки все у нас с того самого времени все стоят значит что стоит отметить пневматическое сиденье мягкая значит колонка регулируется то есть по вылету вперед вниз и назад ну и самое то главное что у нас здесь по кнопкам все просто все понятно то есть блок освещения стоит в верхней части на водителя на салон вытяжка в принудительные либо из салона либо в салон отдельная кнопка стоит кнопка подогрева топлива диагностика bs освещение головное четыре кнопки на открывание закрывания дверей кнопки стоят на включение печек стоит дополнительная кнопка которую коллеги установили сами это освет это стоит кнопку наслечения приборов или на головной свет а я думал то что на свет стоит все 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 понял кстати да прикольно сейчас правда не очень темно темно то есть это будет тяжело попробовать ну в данном случае это тоже реально прикольно сделано потому что считайте даже в китайских машинах некоторых регулировки такой нету поэтому китайцам скажем ай-яй-яй вот ну и в принципе что у нас кнопка аварийного включения включение аварийной сигнализации кнопка понижение увеличения оборотов двигателя а кнопка диагностики стандартное пазловское колесо и вот это такая настоящая такая гигантская мужская ручка переключения управлением коробка элисоном то есть если например там я привыкшую кататься на современных машинах там сайт кнопочки то здесь стоит именно ручка то есть реверс реверс нейтралка движения и правительные три передачи 1 2 3 то есть как мне сказали что можно их использовать например там забуксовал там чисто включаешь правительную третью ну в принципе сел и поехал по обзору значит ну в принципе наверное даже очень даже неплохо мертвые зоны да они маленечко есть ну в целом в целом очень даже комфортно поэтому можем поехать а шумахер на этом автобусе учился попал руль влево вправо просто легкой вот буквально шевельнул а а все это получается мост и направо мы уходим за уже ну да слушай китаев просто отдыхает фига себе кстати можно сделать замеры насколько он до сутки разгоняется так ну что господа вот мы и приехали на конечная точка я сейчас пойду сдавать документы ставить машину в гараж это круто это реально круто в общем пазик ты крут ты мог ты можешь и надеюсь да поэтому вместо водителя которая дошли рулевое колесо которая ничего даже не закрывает или видно всего просто все клавиши да я маленечко сидушку не не подрегулировал под себя ну да ладно не суть в общем ну чё пишите ваши комментарии мысли пазик он реально он помогет роман дмитру к лк 5 столиц пишем не стесняемся комментируем ставим лайки там дизлайки чё хотите на скорых встреч пока пока а